В эфире программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает директор аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информа» Азиз Агаев. Азиз Олегович, добрый день. Здравствуйте. Ну что я могу сказать? Открывая сайты сегодня и вчера, мы видим, что все хотят в Госдуму. То, что два человека уже прошли в Госдуму, мы это понимаем, да? Азимов и Валенчук. Дальше мы читаем, что Сергей Доронин не оставляет надежды оказаться в Госдуме. Он сам об этом вчера заявил в нашем эфире. После этого мы читаем, что господин Черкасов тоже намерен идти в Госдуму. И сегодня вот на репортере мы видим, что Тимченко, он в принципе тоже не против. А вы? Я против. Я в Госдуму никак. Но я не Тимченко. Ну ничего, вдруг они найдут способ и вас выдвинут. Вы что, не пойдете? Что это значит, Азиз Алиевич? Что у нас будет пять депутатов в Госдуме, которые будут курировать Кировскую область или что? Слушайте, а нам какое дело-то? Как это какое дело? Ну как, у Хаджина средина, когда шутники решили спросить однажды, пошутить над ним. И говорят, Хаджа, плов несут. Он говорит, а мне какое дело? Говорят, так к вам несут. Он говорит, а тебе какое дело? Так вот, когда пять человек хотят государственную, нам какое дело? Это нас никак не касается, их деятельность. Вообще никак. Они ничего хорошего не сделали, как будущие депутаты. Так и нынешние не сделают ничего хорошего. Какая нам разница? Будет их пять. Единственное, что число-то депутатов не изменится. Поэтому расходы будут примерно такие же, как в прошлые периоды. Ну и пусть. Мы уменьшить не можем повлиять на это, не можем. Какая нам разница? Будет Доронин еще получать пятилетку депутатскую зарплату и Гукасов или Черкасов будет получать или не будет получать? Но нам какая разница? Нам ни жарко, ни холодно. А вы голосовать хотели, Отец Александрович? Хотел. Так, следовательно, делали выбор в том числе и среди депутатов в Госдуму. Я сейчас не спрашиваю, за кого. Сейчас вы бы спрашиваете, за кого проголосовали. Видимо, все-таки разница была, раз голосовать ходили. Да. За девушку голосовал. Эколога? Да. За зеленых голосовал? Ну, конечно. Вот она и набрала 3,5%. Ну, я считаю, что... Это достойный результат. Да. Вы видите, какое количество получила партия власти. Это все старые люди или новые люди, вы считаете? Ну, в основном старые. Там частично есть новые, но... С каким настроением вы встретили результаты голосования? Ну, вот потому что я сейчас поясню. До выборов даже мои коллеги, весь Фейсбук, он был такой. Самая ужасная, уходящая Государственная Дума. Никогда больше, чтобы не было нашей страны такой. Нет, нет, я сказал... Видимо, какая-то была надежда. Сейчас, когда выборы прошли, прям такие похоронные таблички почему-то. Я сказал короткое русское выражение и пошел собирать яблоки. Это вы подписывали бюллетени? Нет, после того, как стал известный результат. Хотя ничего неожиданного уже не произошло. Потому что... Ну и все-таки. Что? Ожидания и результаты. Ну, именно такое я и ожидал. То есть я хотел, в принципе, чтобы еще чуть-чуть больше собрали бы другие партии. Мне хочется, чтобы под этими старожилами и под этой партией власти, значит, там, немножечко, как бы, там, зашаталось чуть-чуть, чтобы они, ну, шевелились бы в интересах страны и в интересах, там, людей. Ну, не сильно зашатывалось. А в недрах самой партии власти не могут, что ли, возникать такие течения, которые будут стимулировать всех депутатов работать на благо? Ну, вы же ответы знаете на этот вопрос. Почему вы мне его задаете? Вам, потому что ваше особое мнение. Ну, я вот сколько их вижу, как они работают, что депутаты, так сказать, что Государственные думы, что там законодательного собрания, да, я не вижу, что в недрах партии. То есть мы с вами уже говорили о том, что там есть достаточно хороших людей, достойных, так сказать. Но как только они собираются вместе, это состояние становится что-то невообразимое. Вот наружу утекают самые негативные черты этих людей. И в числе первых такие черты, как жадность и трусость. Это вы сейчас говорите про представителей «Единой России». Да, представителей всех партий, которые сегодня присутствуют, так сказать, в Государственной думе. То есть они определяют их, ну не все отдельные есть, так сказать, которые, потому что сказать «все» — это значит себя обречь как бы на… Безысходность прям как бы. Да, да, да. Но есть отдельные люди. То есть их, вот именно эти качества руководят их действиями. Жадность и трусость. Да. Это Азиз Агаев, его особое мнение. Вот Владимир Владимирович Путин сказал, что результаты голосования на выборах в Госдуму отражают реакцию россиян на внешнее давление на Россию. Я процитирую его. Результаты голосования — это еще и реакции наших граждан на попытки внешнего давления на Россию, на угрозы, санкции, на попытки раскачать ситуацию в нашей стране изнутри. Я от себя добавлю, что в подтверждение этих слов, вот уже упоминала вчера опрос, который сделали наши коллеги с 7 на 7, на наших избирательных участках, вот что главное должны сделать депутаты Госдумы и депутаты УЗС, чтобы не было войны. Ну, они этого сделать не могут. У нас, собственно говоря, ведь кругом война идет, и либо находимся в состоянии войны в той или иной ситуации. Поэтому, конечно, я согласен с Путиным в этом смысле, что да, я знаю этих людей, которые именно так. Но они-то, понимаете, эти люди-то голосовали очень часто за Единую Россию, потому что Путин неоднократно говорил, что это моя партия. Да, а, собственно говоря, результатами внешней политики Владимира Владимировича большинство довольны. Большинство довольны, да. А вы довольны результатами внешней политики? Внешней политики? Я в целом с этой политикой согласен, да. То есть я, наверное, по характеру такого человека, я не буду сжиматься в угол, когда, значит, кто-то меня собирается бить или там угрожает мне там и так далее, и так далее. Поэтому, ну, наверное, большинство граждан, так сказать, страны в этой ситуации такие. Но когда дело доходит до того, что вот, ну, вроде как битва еще не наступила, а кормить детей надо. И дети такое ощущение, что уже голодают? Ну, я думаю, что определенные трудности испытывают. Ну, судя по тому, как сейчас отчитываются официальные органы населения российской бедне, эти тремительные. Да, я думаю, что результаты такие и есть. А, соответственно, приходит время, когда этой, хотел сказать, своре, этому сборищу депутатов, значит, наверное, надо думать. Надо думать о том, чтобы... Они еще работать не начали, а вы уже... Надо думать о том, как развивать экономику. Если они сборища и свора, они априори уже не смогут развивать. А я не видел в их выступлениях, программах ясно и четко выраженных, логически построенных, значит, тезисов, как они вообще собираются развивать. Нам тяжело, но мы будем держаться. Что это программа? Вот за этим мощным названием «сверхдержава» должна стоять сильная экономика. Мы должны быть сильными. Понимаете, наша страна должна быть, обязана быть, потому что, позволив на себя такую ответственность за судьбу мира, соседей и так далее, мы должны быть сильными. А мы сильные? В экономике? Вы смеетесь? Да? Мы не сильные. Ну, может быть, достаточно и таких результатов, которые есть сейчас? Достаточно для кого? Если люди стремительно... Для того, чтобы нас боялись? Нас боятся не потому, что у нас экономика сильная. Нас боятся по другим причинам. Потому что мы умеем драться, потому что у нас есть вооружение соответствующее. Ну, так может быть, достаточно это, чтобы защитить страну? Поры до времени этого достаточно. Но приходит время, когда уже, извините, голодные люди не могут создавать сильную страну. То есть они должны быть сильными еще и интеллектуально. У нас масса вопросов. Они должны здоровье иметь сильное. И много того, чего Единая Россия не сделала. Мы сейчас вернемся снова к делам нашей области и обсудим результаты голосования по выборам в областное законодательное собрание. Выбираю, что это особое мнение Азиза Агаева. И через одну минуту мы снова в студии. Это действительно программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Азиз Агаева. Мы сейчас обратимся к результатам голосования избирателей по выборам в законодательное собрание Кировской области. Напоминаю, что в законодательном собрании 54 кресла. И из них порядка 39, как мы вчера подсчитали с экспертами здесь в дневном развороте, достается Единой России. Хорошо это или плохо? Учитывая, что и нынешний глава региона, он тоже партийный человек и он единоросс. Не имеет значения. В смысле? Так есть законодательное собрание? Нет. 39 единороссов, 40-45. Не имеет вообще никакого значения. Это законодательное собрание, как и прошлое, не решало ничего для области. И у меня есть такая уверенность, что не будет решать. Потому что из программ партии, из выступлений тех или иных лиц, и от списка правящей партии, которая туда пришла, я вижу, что серьезной конструктивной работы, скорее всего, не будет. Ну, вероятность такой работы очень мало. Как вот не было, например, никакой площадки для обсуждения насущных проблем экономики и бизнеса, о чем его ненутом на заседаниях правления торгово-промышленной палаты в лицо говорили. Да, бывшие уже, можно сказать, да, но пока действующие. Ну, я не верю, что будет конструктивная работа. Поэтому никакого значения... Ну, нужно собрание вычеркнуть просто из нашей жизни. Ну, вот и вычеркнем, потому что все, что скажет действующий губернатор в Рио, так и будет. У меня в этом никакого... А вот это-то хорошо или плохо, что вот действующий в Рио... С учетом моих монархических взглядов, это очень хорошо. То есть пусть будет царь, значит, Путин, пусть назначает губернаторов, значит, те главы города. И вот всех этих людей, которые называются депутатом, распустить, экономика получит очень сильный толчок. Скажите, пожалуйста, вот ваше такое мнение, оно сформировалось, исходя из впечатления, которое произвел на вас Игорь Васильев, или в принципе? Нет, в принципе. Хорошо. Тогда Игорь Васильев подходит вот на эту роль, которую вы обозначаете? Я его очень плохо знаю. Ну, судя по тем действиям, которые мы видим. По перестановкам правительства, по заявлениям. Ну, пока он ничего такого не сделал, никаких ошибок особых не совершил. Пока нравится вам то, что он делает? Ну, не скажу. Некоторые, как бы, есть у меня свое мнение на некоторое назначение уже. Поэтому... Эти назначения мы имеем в виду, ну, слушайте, из Кировской области он только одно назначение произвел на Дмитрия Санчу Курдюмова. Остальные-то пока что три человека приезжие. Ну? Вас не устраивает местное назначение? Меня не устраивает и местное, и федеральное, потому что я не вижу каких-то особых предпосылок или потенциал. Ну, я не вижу. Может быть, люди видят управлять такой сложной системой, социально-экономической системой, как Кировская область. То есть управлять предприятием или, значит, строительством, на который тебе из бюджета выделены там очень огромные суммы, и никто не считает деньги там, да? Это несложно. Это даже вы можете сделать. А управлять, значит, теми или иными сторонами жизни Кировской области, это достаточно сложно при дефиците финансов, при большом количестве заинтересованных лиц, интересантов, с которыми придется согласовывать. То есть это очень сложная стратегическая задача. Хорошо, что ребята молодые. Не все. Вот некий человек по фамилии Чемоданов, о котором еще официально не заявлялось, но вот по слухам, который будет заниматься информационной политикой, вроде бы, вроде бы тоже по слухам. Ну, я вот про Чемоданова не знаю. Он очень молодой, говорят, имя 65. Ну, я вообще ничего не знаю про Чемоданова. Может быть, они поучатся. У нас ведь многие учились в течение двух последних сроков, так сказать, губернатор. Приходили, что-то делали, были молодые. Ну, возвращаясь к вот этому вопросу, что мы можем вычеркнуть областное законодательное собрание, потому что вы уверены, что они не будут принимать каких-то решений серьезных? Не будет. Вопросы будут заранее согласовываться на полицовете «Единая Россия», и «Единая Россия» может быть не будет ходить, придут те, у кого есть эти по доверенностям. И это неплохо, судя по вашей системе, которую вы нарисовали, потому что в Рио «Единая Россия», он будет собирать политсовет, он будет говорить, ребята, согласно нашей дисциплине, голосуем так. Вот так будете голосовать. Вот так будете голосовать. Так это же хорошо, наверное, Азизь Алиевич, и быстрее будут решаться вопросы. Так хорошо, только, видите, лишнее звено в принятии решения. Это всегда не очень хорошо. То есть надо просто убирать это лишнее звено и экономить и бюджетные деньги. Мы можем пока, согласно законодательству, никак убрать. Значит, надо это конодательство менять. Так, ну вот смотрите, давайте еще раз вернемся к областному законодательному собранию. Согласно спискам от «Единой России», который возглавляет Владимир Васильевич Быков, у него есть все шансы стать спикером законодательного собрания. Об этом, кстати говоря, вчера сказал и Андрей Лучин, представитель «Единой России», который тоже прошел законсобрание. И он сказал, кстати, Андрей сказал, что, несмотря на то, что я тоже прекрасен и умен, все-таки Владимир Васильевич, как главарь этого деления... Да, они все поделись и прекрасны и умны. Как вам Быков во главе законсобрания? И что тогда, на кого же он покинет город? Свято место пусто не бывает. Это мы понимаем. Да. А, значит, как Быков, ну, смотрите, он же хорошо управлял депутатами городской думы. Я не знаю, депутаты городской думы очень редко бывали у нас в эфире. Ну, он нормально управлял, какие надо решения, такие проводились. То есть, все же зависит от того, что требуется. В данном случае от законодательного собрания всегда требовалось не думать о развитии, а утверждать те предложения, которые правительство выносило. Ну, оно и утверждало. То есть, Быков с этим справится. Так, то есть, Владимир Васильевич справится с должностными обязанностями спикера ЗАГС Собрания? Абсолютно уверен. А город? Как город? Что, на кого город останется? Что произойдет вообще сейчас? Ну, у меня очень плохое представление, как бы, кого могут поставить на город, потому что, конечно, это должен быть человек-губернатор, и он должен быть уверен в этом человеке. Да? Да. А вы помните практику прошлого губернатора? Вы помните, что губернатор правительства области в дела города вообще не внедрялось? Муниципалитеты должны были справляться самостоятельно с своими делами. Вы считаете, что сейчас Васильев зайдет в город, он станет влиять на ту политику, которую городская администрация осуществляет? А у него есть, как бы, вариант, значит, если он не будет... У него есть вариант Никиты Юрьевича. Да, ну, значит, он будет терять потихонечку свой авторитет. Да? Да. Потому что, ну, хотите вы и не хотите, но люди, живущие в городе, они более активны, более, ну, как, больше думают, больше там пишут, участвуют там и так далее и так далее. Вот они, наверное, все сидели и думали, потому что проголосовали-то они неактивно как раз, горожане. Да, но это их способ, вот, это их способ выразить, это как раз та графа против всех, которые, значит, вот, они были против всех. А вы думаете, что у Игоря Васильева действительно есть, там, возможности, инструменты зайти в город, я имею в виду, оказывать влияние на принятие решений? Потому что мы же с вами обсуждали здесь неоднократно, что у нас есть определенные группы, которые, группа влияния, так скажем, да? У него есть такой инструмент. У нашей олигархии, которая, вот, влияет на то, что происходит в городе и там... У него есть такой инструмент, который называется «Полицсовет Единой России». Есть, так. Будет принято решение, все будут голосовать так, как надо, все. Какие олигархи? Олигархи успокоились уже. Да? Конечно. Они уже стараются думать о себе больше, чем, значит, там, влиять о своих интересах. Я вот только сегодня читала у коллег в материалах и в комментариях, там, по-моему, в блогах читала, что как раз группа депутатов в ОЗС, например, Валерия Васильевича крепостного усилилась, еще больше стала поддерживающая. Как же нет инструментов? Ну, так в области. А город вообще что-то неинтересен уже никому? Ну, я не знаю, что там осталось, как бы, что можно еще... Вы помните, кстати говоря, прямую линию с Васильевым? Там практически ни одного вопроса не было по городу. Там почему-то... А какие мы ждем вопросы? Вопросы... Нет, я к тому, что вопросов поступило очень много, но он не отвечал на них. Они не были приняты в прямую линию. Он не знает этих вопросов. Как он на них может отвечать? И поручить своим областным чиновникам он их тоже не может. То есть пока он войдет в курс дела, поэтому там нужен свой человек, который будет отвечать. Он же не может отвечать за ответы людей, которым он доверяет, скажем так. То есть Игорь Васильев, вы подозреваете, что Игорь Васильев может поставить во главе города своего человека? И правильно сделает. Может? Должен. Должен поставить своего человека. И правильно сделает. Понятно. Это особое мнение директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» Азиза Агаева. Вернемся к назначениям, которые вы не очень пока принимаете, присматриваетесь, я так понимаю. В частности, это назначение Дмитрия Курдюмова, заместителем председателя правительства. И изначально предполагалось, что он будет курировать вопросы медицины. Теперь мы понимаем, что судя по тому количеству, которое вроде бы как зампредов останется, ему могут еще добавить и социальную сферу, и образование. Образование, культуру. Культуру. Физическую культуру. Да, и физическую культуру, спорт. Там мы еще пока ничего не знаем, но за то, что касается медицинской сферы, у нас каждый день новость. Перемещение главврачей, назначение Черняева, его министра медицины, кстати, был сегодня у нас в эфире, рассказывал, как он себя чувствует в этой должности. Хорошо чувствует. Ну, входит, постепенно входит в деловой ритм. Вы вот за этим наблюдаете? Вас это интересует? Важно вы считаете эти действия? Ну, я смотрю, я смотрю, наблюдаю, то есть все, что мы говорим. И относитесь так же философски, как Госдума и ЗАГСобрания? Что мы ни на что не влияем, и они ни на что не влияют. Ну, смотрите, это уже ближе к нам здесь. Да, медицина очень близко. Да, это очень близко, и есть колоссальное количество вопросов, которые придется решать. И это не только те вопросы, которые, значит, приоритетом поставил, там, ну, как пресса пишет Гурдюмов перед Черняевым, при его представлении. А там есть масса других вопросов в целом. Прежде всего, вопрос работы с больными людьми. Оказанием качественных услуг. Людей очень часто убивает отношение врачей к больным. Даже не оказанная услуга, а именно отношение. То есть там есть целый пласт вопросов, которые нужно срочно решать в краткосрочной перспективе, и целый пласт вопросов, которые в средней и долгосрочной перспективе надо решать. Ну, что я могу сказать? Я не знаю Черняева. Я знаю, что, вот тоже посмотрел там, что люди там пишут. Ну, да, вроде и такие, и сякие есть отзывы. Как обычно. Как обычно, да. Ну, давайте посмотрим. Поэтому, что можно сказать? То, что он пришел, и перед ним стоят сложные задачи, если он себе отдавал отчет, он взрослый человек, значит, он тут будет их решать. Если нет, ну, значит, как некоторые люди, придет, уйдет, потом снова придет в должность. Ну, у него уже был такой опыт, можно сказать. Да. Правда же. Ну, что, мы сейчас приведемся на короткую рекламу. После этого мне хотелось бы, чтобы Вы прокомментировали некоторые прогнозы, которые ставит нам Центральный банк, а также предложение Дмитрия Медведева, не предложение, а уже решение практически правительства, а введение преференции для российских продуктов. И это действительно программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Азиз Агаев сегодня свою точку зрения на происходящее событие. Да, здравствуй, еще раз. Ну, вот выборы прошли. До них валюты, цены и другие экономические показатели были более-менее стабильны. А чего нам ждать теперь? Ну, я хочу сказать, что, учитывая ситуацию экономическую, в которой мы находимся, и то, что происходит обеднение граждан, денег недостаточно, не хватает, то сказать, что мы можем ожидать какое-то там резкое увеличение цен на продукты, то об этом не приходится говорить. У людей просто нет денег, чтобы покупать, так сказать, подорожавшие продукты. Значит, может меняться структура так или иначе, и те продукты, которые подорожают, будут не по карману потребителям, значит, они уйдут просто с рынка. Поэтому я думаю, что производители об этом тоже думают. И стараются либо сами выводить эти продукты с рынка, и давать потребителю более дешевые аналоги тех или иных продуктов, либо не будут повышать, если у них есть какой-то запас прочности, в рентабельности и так далее. Ну вот я именно так думаю об этих всех ситуациях. А что касается цен на продукты, а валюты? Ну а что касается валюты, то никаких предпосылок я не вижу для резкого роста курса доллара или евро. Ну, я отмечу, что я уверен, что это касается очень узкого круга людей, этот курс туда-сюда, и интересует их. Все более и более узкого круга. Да, все более и более узкого круга олигархов, скажем так. Соответственно, они имеют возможность влиять на этот курс, поэтому они будут, если и будут что-то делать, то очень редко и, наверное, с учетом всех заинтересованных стран. Поэтому резкого скачка я не вижу, что он вырастет куда-то еще, там, курс доллара. Не вырастет, кому он теперь нужен, курс доллара? Ну, вот смотрите, как хорошо Центробанк прогнозирует развитие экономики Российской Федерации. Я цитирую. «Выход экономики и стагнации растягивается на неопределенный срок». Вот когда читаешь такой заголовок, как вы себя чувствуете? Как вы это слышите? Я... Дальше там идут... Это я сейчас по ведомостям смотрю, там один из последних материалов. Дальше, конечно, идут всякие разные расклады, как обычно, оптимистичные, менее оптимистичные и реалистичные. Ну, сценарии там, да. Да. Ну, это как бы из учебников, там нужно писать несколько сценариев, там все такое. Ну, смотрите, Центробанк, он исходит из... Даже при планировании трех сценариев в базу всегда закладывает, что мы ничего делать не будем. То есть правительство никаких мер предпринимать не будет. У нас экономика-то падает не резко только потому, что вот бизнес и предприниматели обновляют там где-то свое производство. Да и у нас таких целый ряд в области, которые там, ну, тот же у вас вот проходил рекламу фудзавода, там еще чего-то, да. Это не была реклама фудзавода. Это, вы знаете, программу поддерживает Сильмаш. Он решил слушателей познакомить вообще с нашими заводами. Ну, вот есть у нас... Что фудзавод воспользовался возможностью... Есть у нас такие заводы и такие предприниматели, и такие есть по всей России, которые, вопреки тому, что правительство не думает, не планирует, не стратегирует и не определяет свои токсические задачи в отношении экономики и промышленности России, а они-то думают, планируют, стратегируют и определяют, как они будут развиваться. И за счет этого, помимо... Они бизнесмены. Да, бизнесмены, да. И экономика страны за счет этого и, собственно говоря, падает не так, как вот в стагнации находится. А иначе бы, если бы таких людей в России не было, то вообще бы не знаю, что бы происходило, так сказать, с нашей экономикой. Мы можем вспомнить там шоковую терапию, когда не было у нас бизнесменов, что происходило с экономикой там и так далее. А сейчас, слава богу, такие люди есть. А что поддерживает их на плаву, учитывая, что наша экономика, судя по тому, что говорят эксперты, и, мне кажется, Ваши слова это подтверждают, она постепенно разлагается. Что поддерживает тогда на плаву тех бизнесменов, которые, наоборот, умудряются развивать свой бизнес? Ну, этот свет, это активная часть нашего общества. Это люди, которые не могут без дела. Они не пойдут просто пить, значит, вино и там прожигать. Они люди дела, они не могут без дела. Они работают постоянно. Так или иначе, нарушая или не нарушая законодательство, они привыкли к тому, что их бизнес должен расти, развиваться. То есть, у них внутренний мотив работает. Ну, и, конечно, есть достаточно большая часть людей, которые, в том числе, думают о России. Я в этом уверен. Если думать, что таких нет, тогда я не знаю, куда надо идти. Есть такие люди, и они думают о стране. Но, судя по всему, ЦБ это на этих людей никак не рассчитывает. Они не рассчитывают, они не работают. ЦБ не будет работать, пока у правительства не будет четко озвученного плана, как правительство собирается развивать экономику России. Как это? Есть? Да. Может быть, не такое глобальное, которое вы мечтаете увидеть. Ну, вот, например, правительство сейчас будет стимулировать местного производителя, я имею в виду российского. А поставщикам иностранных товаров станет сложнее конкурировать с российской продукцией, цитирую я ведомости. А контракты с госкомпаниями станут для них менее выгодными. Я же понимаю, что все хотят сидеть на контракте с госкомпаниями. Премьер Медведев ввел преференции для российских товаров работы услуг при закупке госкомпаний естественных монополий. Новые правила заработают с 1 января 2017 года. Товары российские будут сразу считаться на 15% дешевле, чем указано в заявке. Вот, думает правительство, производители местного. Как вам сказать, вот, это средство, средство достижения каких-то целей. Но цели-то нам не озвучены. И, соответственно, смотрите, эти цели становятся полумерами. Потому что, вот, когда мы говорим, что вот нужно будет программные продукты, там, закупать, там, российские, например, да, эти программные продукты должны быть. Это первое. Они должны быть не просто... То есть я сейчас выйду и напишу какой-нибудь там на каком-нибудь простеньком языке компьютерной программы, скажу, у меня есть такая программа. Они должны быть качественными, способными решать те задачи, которые перед ними стоят. Это средство поддержки таких компаний. Но об этом же не заявлено. То есть это не предусматривается какими-то более высокого уровня документами. Понимаете? Соответственно, поддержка таким компаниям не оказывается. То есть у нас... Мы что-то можем... Продукты, да, пожалуйста, давайте будем поставлять, да? У нас есть свои продукты. Надо посмотреть, по какой цене нам их будут поставлять. Потому что, ну, странно видеть осенью на... Даже, значит, на фруктовых лавках там яблоки нероссийские. Ну, странно. Хотя понятно, что яблоневые сады не восстановишь там за... Ну, ведь уже четвертый год пошел. Пора бы импортозаместиться. Ну, так уже пора бы. Но ведь таких планов-то и не ставилось, понимаете? Вот если бы сразу же момент кризиса, санкции импортозамещения ставились бы, но мы уже, наверное, каких-то бы результатов уже достигли. То есть я о том, что вот такие точечные отдельные удары, они вроде благо. Ну да, конечно, благо. Но а если нету? Понимаете? А если есть, но они не могут устраивать тех, кто их закупает. То есть как вот тут... Если нет товара, вы имеете в виду, который могли бы предложить госкомпании, да? Если нет качественного товара. Качественного. Достаточно хорошие машины. Для завода Первого Мая хорошо, а для нас... Достаточно хорошие машины, значит, для ремонта дорог, железных дорог и строительства выпускают завод Первого Мая. И гораздо дешевле. Нормально. Для нас хорошо. То есть и таких можно найти, значит, продуктов, достаточно на территории России. Просто надо внимательно смотреть и внимательно поддерживать, да? Но с другой стороны, и тут же я вам могу показать, значит, ситуацию с Tech Enterprise. У нас, так сказать, Новоавиадский завод, который выпускал отличную, значит, технику белую, плиты. И что государство палец о палец не ударило, чтобы вот в той ситуации кризисной, когда там скачки курсов валюты было, поддержать это производство. Это Новоавиадский линжный комбинат бывший? Нет, это Новоавиадский был механический завод на его территории. Значит, испанцы в свое время купили цех. То есть это два разных предприятия? Да, это было два разных. Сейчас это Tech Enterprise. Сейчас на это предприятие подали на банкротство. И вот оно, пожалуйста, это импортозамещаемая, как бы, продукция. И что мы делаем со своим предприятием? Вот, собственно, как бы, то, о чем я вам говорю, что, да, вот это меры, какие-то там способы. Я хочу четко видеть планы, стратегии, тактики, проекты, которые правительство говорит, делайте, буду поддерживать. Лиша Олегович, вы хоть на каком-то уровне видите планы, стратегии и так далее? Начиная там от правительства российского, заканчивая правительством, например, администрации города Кирова. Название, документы с такими названиями есть. Документы есть. Да, они старые, они не, иногда не обновленные очень часто. Ну, у нас ведь в Кировской области есть стратегия, но ведь в Кировской области. И когда ее принимали, я лично говорил, что принятие этого документа не свидетельствует о том, что мы закончили работу. Оно свидетельствует о том, что с этого момента мы регулярно будем заниматься стратегическими проблемами. Значит, любой план такого рода должен постоянно обновляться. Знаете, как я бы мечтала, Алиса Олегович, чтобы вот здесь, в этой студии, приходил глава администрации, говорил, друзья, у нас вот такая-то стратегия развития города в этом году. Это в следующем, это в следующем. А потом Игорь Васильев тоже приходил, говорил, так, вот, согласно нашей стратегии. И же потом можно было отмерять. Ну, вы прямо, как бы, это самое, хорошо, если в студии, а хотя бы не в студии, хотя бы на заседании правительства, что вот, что прошел квартал, значит, движение в этом направлении на столько-то процентов у нас там, ну, кроме докладов о бюджете, чтобы еще, как бы, доклад о социально-экономическом развитии, чтобы по каким-то показателям мы продлились в такт, это требует от нас корректировки стратегии. И, значит, соответственно, принятие дополнительных. Можем это возжимать в ближайшее время? Ну, я очень на это надеюсь. Все. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю программу. Это было особое мнение директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Азиза Агаева и Светланы Занько. Прощаюсь всем. До свидания. До свидания.